Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда, новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Я расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными фактами. Еще раз всем доброе утро! Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, осадков не прогнозируется. Днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла. Ветер с северного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 14. И еще немного о погоде в Беларуси во второй половине этой недели. Завтра в стране будет преимущественно без осадков. Только в отдельных районах Гомельской области прогнозируется кратковременный дождь. Дневная температура воздуха в республике будет колебаться от 10 до 18 градусов. Ближе к завершению недели в отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 10-17 градусов, а по югу страны в отдельные дни воздух прогреется даже до 20 градусов. В картинной галерее Гавриила Ващенко открылась выставка творческих работ под названием «Я художник, я так вижу». Этот выставочный проект – хороший шанс, заявите себе. Его участниками стали жители областного центра и Гомельской области. Несмотря на то, что экспозиция уже открыта, каждый желающий может представить свои картины, скульптуры, рисунки и фотографии. Возраст участника и уровень профессиональной подготовки значения не имеют. «Семь снов о тебе» – премьеру этого спектакля готовят в Молодежном театре Гомеля. В основу постановки легла пьеса современного драматурга Киры Малининой. Она создана по мотивам рассказа «Глаза голубой собаки» Габриэля Гарсия Маркиса. Жанр спектакля определен как мелодрама. Этот рассказ о поисках любви, одиночестве и мыслях о фатуме. Главные герои – он и она ведут диалоги о взаимоотношениях, чувствах и эмоциях, беседуют о переживаниях, случайностях и предначертанности. К 75-летию Великой Победы писатели Гомельщины готовят поэтический проект. Его частью станут стихи о героизме народа, трагизме событий Великой Отечественной войны и ценностей мира. Авторам предлагается записать на видео свое произведение в собственном исполнении. Затем стихи будут размещены на сайте библиотеки имени Ленина. В итоге получится своего рода лента памяти. Проект стартует в день работников радио, телевидения и связи 7 мая. К следующим новостям. Белпочта проводит акцию к празднованию 75-й годовщины Победы Великой Отечественной войне. Белорусы, достигшие 75-летнего возраста, смогут бесплатно получить наборы из трех почтовых карточек с оттисками специального штемпеля вместо марки. Получить эти почтовые наборы можно до 9 мая, а бесплатно отправить по стране до 15 числа. Список почтовых отделений, где можно поучаствовать в акции, размещен на сайте Белпочты. А если заявку на получение открыток сделать по телефону, то наборы можно будет найти в почтовом ящике. Перелетные птицы продолжают возвращаться в Беларусь. Уже прилетели скворцы, аисты, жаворонки. Вернулась с зимовки и одна из самых красивых птиц страны – варакушка. За этими пернатыми уже можно наблюдать на берегах водоемов. В Беларуси эту птицу также называют кралькой, а еще шведским или западным соловьем. Кроме яркого оперения, птица примечательна и красивым пением, которое включает огромное количество звуков, заимствованных у других птиц. А исполняется оно в быстрой манере. До конца мая в Беларуси установлен запрет на лов судака. Это связано с его нерестом. Запрет введен для сохранения популяции и создания благоприятных условий для размножения этого вида рыб. Рыбакам нужно учитывать, что если рыба поймана непреднамеренно, ее понадобится отпустить. Нарушителям запрета грозит как минимум крупный штраф. Вайбер обзавелся функцией уведомления о днях рождения, как в социальных сетях. Пользователи будут получать уведомления, если соответствующая информация указана в профиле пользователя. В разделе чатов появится напоминание, при клике на которое откроется диалог с именинником. А для создания более яркого поздравления, приложение будет предлагать тематическую анимацию. Кстати, Беларусь стала одной из первых стран, где была запущена эта функция. К другим интересным новостям. Рядом с Толнечной системой астрономы обнаружили экзопланету, которая по размерам и температуре поверхности очень похожа на Землю. По данным астрономов, диаметр планеты совсем немного больше земного. Близка земной и температура 39 градусов выше нуля, а на Земле 5 градусов выше нуля. Остальные параметры новой экзопланеты отличны от земных. Например, ее звезда в 4 раза меньше Солнца, а год на ней составляет 19,5 земных суток. Но пока это все данные о планете, которыми располагают ученые. Ну а далее о братьях наших меньших. Можно ли собаке спать на хозяйской кровати? Среди владельцев этих питомцев нет четкой позиции по этому вопросу. Но его важность заключается в гигиене. Ведь на шерсти и лапах собак изобилие микроорганизмов. Что по этому поводу, говорят специалисты? Собаки все же должны спать отдельно от хозяев. Причем не только для безопасности здоровья человека. Дело в том, что у собаки, у которой есть доступ к хозяйской кровати, могут демонстрироваться признаки доминантного поведения. Как следствие, проявляются агрессия, непослушания или вовсе игнорирования хозяина. Это и происходит, потому что собака начинает считать себя главной. По этой причине питомца еще с детства лучше приучить спать отдельно. Если вы решили завести дома хорька, то стоит учесть особенности характера этого зверька. А подойдут они далеко не всем. Прежде всего, у хорька может не сложиться с кошкой или собакой, если таковые уже есть в доме. Сложно предугадать, как сложатся их отношения с кошкой. Здесь все зависит от характера двоих. Питомцы могут регулярно устраивать бои, чтобы выяснить, кто же главнее в доме. А могут просто игнорировать друг друга. Но бывает и так, что между ними зарождается настоящая дружба. Такой сценарий наиболее вероятен, когда животные вместе повзрослели. Если же речь пойдет о жизни хорька по соседству с собакой, то нужно учесть, что хорек, несмотря на свою миниатюрность, лидер по нраву. Поэтому он может подружиться только со спокойным псом. Например, отношения хорька могут сложиться с собакой пастушьей породы. Рассчитывать на дружбу с декоративными породами не стоит, потому что хорек будет постоянно провоцировать конфликты. А вот охотничьи породы и вовсе могут видеть добычу в небольшом зверьке. Часто ли вам удается посмотреть на дрессированных кроликов? Если нет, то вот он, шанс. На просторах сети появилось видео с этими животными. Они обучены ходить змейкой, перепрыгивать через препятствия, пятиться назад и даже давать лапу по команде. Конечно, за все эти упражнения старательные кролики получают вкусняшки, ведь заслужили, выступают не хуже цирковых. В нашем эфире можно посмотреть фильмы проекта «Обратный отсчет». Они рассказывают зрителям о малоизвестных страницах нашей истории. Совместно с белорусскими исследователями, архивистами, авторы рассказывают о фактах и событиях, о которых в советское время принято было молчать. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 16.05. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании Гомель. Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Также звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Как всегда, новый день с вами встречали «Утренний Фрэш» и я, Александр Лупиненко. Хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение солнечным. Хорошего вам дня!